МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Их всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Торжественные линейки, букеты и белые банты. Для 153 тысяч школьников региона начался новый учебный год. Престиж рабочих специальностей растет. СУЗы и ПТУ подвели итоги вступительной кампании. 20 лет на защите границы. Гомельская пограничная группа отметила юбилей. Родное слово. Сегодня отмечается день белорусской письменности. Какой была неделя из жизни Гомельской области, расскажем в ближайшие 26 минут. Педагог – это призвание, которым нужно гордиться, заявил Александр Лукашенко, выступая на этой неделе перед лучшими работниками системы образования. Накануне нового учебного года президент Беларуси вручил государственные награды. В частности, обладателями медали за трудовые заслуги стали начальник управления образования Гомельского облсполкома Сергей Порошин и учитель математики Ельской районной гимназии Валентина Трошко. Хорошие новости пришли в коллективы других отраслей. За многолетнюю плодотворную работу, образцовое выполнение служебных обязанностей, указом президента Республики Беларусь, почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь» присвоено Сергею Беспалому, главному редактору областной газеты «Гомельская правда». Прокурор Калинковичского района, старший советник юстиции Сергей Ермоленко получил почетное звание «Заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь». И, наконец, медали за трудовые заслуги удостоен Александр Старовойтов, монтер пути Жлобинской дистанции пути Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Мы присоединяемся к поздравлениям, которые наши земляки получали всю эту неделю и переходим к ее центральному событию. 1 сентября в Беларуси начался новый учебный год. С Днем Знаний учащихся учителей и родителей поздравил президент страны. Путь человека в большую жизнь начинается со школы, где формируется его характер и мировоззрение. Происходит становление личности. 1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница, которая наполнена интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями, отметил глава государства. В Гомельской области за парты сели более 150 тысяч школьников, 16 тысяч из которых первоклассники. С первым школьным звонком начался новый этап в жизни не только первоклассников, но и молодых специалистов. В школу региона на работу поступило более 1300 выпускников высших учебных и средних специальных заведений. Это почти на треть больше, чем в прошлом учебном году. Герой нашего актуального интервью Юлия Ратникова, молодой специалист Гомельской средней школы номер 60. Свой первый урок она провела 1 сентября прошлого года и всего за год успела стать не только одним из любимых учителей местных школьников, но и перспективным заместителем директора по воспитательной работе. С молодым учителем встретилась Наталья Каприленко. Юлия Сергеевна, я знаю, что вы учились в этой школе, Гомельской 60-й школе. И когда учились и закончили, знали ли вы, что будете учителем, будете работать в своей родной школе? Вы знаете, наверное, мой ответ будет банальным. Да, я с самого детства хотела стать учителем, ведь я училась именно в этой школе. И здесь у меня перед глазами были достойные примеры педагогов. Это были творческие люди, они были влюбленные и вдохновленные этой профессией. И я видела, как на глазах строилась история школы, как эти педагоги ее строили. И мне вот со временем хотелось все это продолжать. Юлия Сергеевна, все-таки родная школа. Закончили школу, потом вот учились в университете и вот снова вернулись сюда. Что изменилось и что бы вы хотели еще нового увидеть? С тех пор, как я училась в школе и до настоящего времени, в нашей школе есть очень много славных традиций, которые тянутся на протяжении 25 лет того, как работает наша школа. Вот, кстати, в прошлом году мы отметили юбилей 25 лет. Наша школа является лидером в районе по благоустройству и озеленению. И эта традиция также уже длится очень много времени. Также мы очень тесно сотрудничаем со школами города Брянска, Чернигово, Ижевска. У нас ежегодно проходят различные обмены опытом, посещения коллективами других школ и так далее. И проходит международный турнир по волейболу среди педагогов именно. И уже в 23-й раз он прошел в этом году. Именно эти традиции, на мой взгляд, и складывают историю школы. Юлия Сергеевна, год назад Вы закончили университет. И вот такой стремительный карьерный рост. Ожидали ли Вы, что Вы будете завучем по воспитательной работе? И скажите, какие у Вас планы на этот год, на Вашу работу? Что Вы собираетесь развивать? Какие направления? Когда наш директор предложил мне стать его замом по воспитательной работе, я немного удивилась. И сразу в голове было много мыслей. А я справлюсь? А хватит ли у меня опыта? А смогу ли я помочь детям? А какой след я ставлю в истории школы? Ведь я очень неравнодушно отношусь к судьбе своей школы. Именно тогда я решила поступить на 2-е высшее образование Белорусский педагогический университет имени Максима Танка на специальность управления в сфере образования. Я уделяю очень пристальное внимание детям, которые нуждаются в особом внимании педагогов. Специально для этого в этом году у нас откроется большое количество объединений по интересам. То есть по сравнению с прошлым годом они увеличатся на 40%. Это точно. И я буду контролировать лично, чтобы детки эти были задействованы в кружках и секциях на 100%. Юлия Сергеевна, в этом году Вы впервые участвовали в такой всеобщей августовской педконференции городской. Расскажите, пожалуйста, какие эмоции переполняли Вас на время своего выступления и чем понравилось мероприятие? Выступать на этой конференции было для меня не только очень волнительно, но и очень почетно. И там присутствовали директора школ, начальники отдела образования. И Вы знаете, я получила действительно бесценный опыт участия в подобных мероприятиях. Юлия Сергеевна, скажите, пожалуйста, что бы Вы хотели пожелать и посоветовать молодым специалистам, которые вот 1 сентября придут на работу в школу? Когда я пришла в прошлом году на первый свой урок, я увидела эти глазки деток, которые смотрели на меня с интересом и любопытством. Но самое интересное, что я смотрела на них с такими же чувствами. И я хочу пожелать молодым специалистам не бояться. Не бояться воплощать свои идеи в работе с детьми, ведь они Вам помогут. И самое главное, любите свой предмет и то, что Вы делаете. С первым звонком в школы региона пришло более 150 тысяч школьников. 16 тысяч ребят впервые сели за парты. Но не только первоклассники окунутся в новый мир знаний, новшества образования ждут и остальных участников образовательного процесса. В этом году школьники будут учиться по новым учебным программам. При их разработке учитывались межпредметные связи. Теперь похожие темы по физике, химии и математике будут проходить в одно время, чтобы лучше закрепить материал. Учебники, изданные по новой программе, получат ученики третьих и седьмых классов. Кроме этого, в программе седьмого класса сокращены уроки химии до одного часа в неделю. Изучение математики в школах и гимназиях сравняется до пяти часов. При этом объем изучаемого материала не увеличится. Занятия в школах, работающих в одну смену, будут начинаться в 9 утра, а в тех, где две смены, в 8.30. Наталья Каприленко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. В учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования Гомельской области подведены итоги вступительной кампании. О том, какие рабочие специальности в приоритете у юношей и девушек региона, и как при подготовке специалистов и рабочих в СУЗах и ПТУ ориентируются на интересы рынка кадров. Наш следующий материал. В 12 средних специальных учебных заведений под ведомственных управлением образования областного исполнительного комитета принято более 2,5 тысяч учащихся. Они зачислены на дневную форму обучения после 9 и 11 классов. Бюджетные места заполнены, недобор отмечен в учреждениях на платное обучение. В Гомельске аграрно-экономический колледж программное обеспечение информационных технологий конкурс составил больше 2,5 человек на место. Проходной балл выше, чем 8,2. Также высокий конкурс в Гомельском машиностроительном колледже, Греческом аграрном колледже на специальности ветеринарного профиля. О заинтересованности именно в работниках этого профиля на рынке труда Беларуси говорят данные Министерства труда и социальной защиты. В сельской местности востребованы ветеринарные врачи и фельдшеры, в городе спрос на медиков, среди рабочих профессий, на продавцов, швей и водителей. О заинтересованности в водителях говорят и объявления вакансий, которые размещены на сайтах. Возможно, поэтому специальность техническая эксплуатация автомобилей на пике популярности в Гомельском государственном дорожно-строительном колледже. Учреждение филиала Республиканского института профессионального образования. Колледж – один из самых крупных среди пяти учреждений региона, которые подчинены государственным университетам или подведомственным промышленным предприятиям. Около 1400 абитуриентов в текущем году стали учащимися таких колледжей. Нетрадиционно девочки выбирали именно мужские, как бы казалось, профессии. Вот у нас на техническую эксплуатацию значительно две девочки. Мы пытались как-то их отговаривать, что это все-таки слесарь по ремонту автомобилей, не совсем, ну, как бы одна из рабочих профессий у них слесарь по ремонту автомобилей, что не совсем, как бы, женское дело. Нет, они такие вот целеустремленные. В этом году в Гомельском дорожно-строительном колледже внушительный конкурс на профессии сложился среди девятиклассников. Высокие проходные баллы, отмеченные по специальностям промышленное и гражданское строительство, эксплуатация машин, строительство дорог и транспортных объектов. После девятого класса поступил в дорожно-строительный колледж на специальность строительства дорог и транспортных объектов. Дальше, после окончания, решил, ну, решаю поступить в высшее учебное заведение «Белгуд» на эту же специальность. Стать начальником. У учащихся с аттестатом за одиннадцать классов лидер по рейтингу специальное строительство дорог и транспортных объектов. Проходной балл одиннадцати три. Соответственно, и конкурс на востребованные специальности растет с каждым годом. Пример одна из недавно открытых специальностей. Оператор компьютерной графики в Гомельском профтехколледже народных промыслов. В прошлом году конкурс на специализацию курса составил один и семь. В этом году три человека на место. Понятно, что есть профессии, скажем, менее востребованные. И мы все равно их не закрываем, потому что мы пытаемся сохранять традиции нашего белорусского народа. А есть профессии, которые уже сегодня востребованы. Например, исполнитель художественно-оформительских работ. И там у нас был конкурс порядка двух человек на место. А на базе девяти классов мы набирали. Например, оператор компьютерной графики. И на эту специальность в этом году было порядка трех человек на место. Где-то мы набирали 25 человек, а у нас где-то было 75 заявлений. Семь профессионально-технических колледжей области на дневную форму обучения зачислено более 4800 человек. Большая часть из них – учащиеся с базовым образованием. До 10 октября учреждения профтехобразования будут принимать документы на заочную форму обучения. Туда, как правило, поступают люди, которые не имеют профессионально-технического или специального образования, но уже имеют опыт работы и хотят карьерного роста. И стоит отметить, что ограничений по возрасту для таких абитуриентов нет. Наталья Каприленко, Анастасия Кучинская, Игорь Марищенко. Новости недели. Сегодня отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Почти 40 лет представители этой сферы отмечают профессиональный праздник в первое воскресенье сентября. Какими еще значимыми датами и событиями была отмечена эта неделя, мои коллеги расскажут в традиционном обзоре. Областная благотворительная акция для первоклассников «Подарить детям праздник» состоялась в Гомельском государственном театре «Кукол». На торжество пригласили более 120 мальчиков и девочек из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов. Будущие первоклассники получили портфели с полным набором канцелярских принадлежностей из рук заместителя председателя Гомельского облсполкома Владимира Привалова. После чего их ожидал спектакль в исполнении артистов театра «Кукол». Отметим, что подарки для ребят подготовили во время традиционной акции «Соберем портфель первокласснику». Помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел личный прием граждан в Рогачеве. Выслушал порядка 10 вопросов. По каждому из них дал четкие разъяснения. Некоторые взял под личный контроль и дал распоряжение соответствующим службам местного райисполкома урегулировать вопросы. По словам Юрия Шулейко, выездные приемы остаются одной из самых действенных форм работы с населением. Он также отметил, что ответы на обращение граждан должны быть объективными и соответствовать букве закона. Климатические условия на Гомельщине оказались благоприятными для выращивания льна. В этом году его посеяли на 4800 гектарах. Это почти на 500 гектаров больше задания Минсельхозпрода. Около половины полученного сырья в рамках государственного заказа будет поставлено на Оршанский льнокомбинат. Остальное планируется отгрузить на экспорт. Среди партнеров льноводов региона предприятия России, Польши, Литвы, Латвии и Китая. Награда, которая нашла своего героя спустя почти 30 лет. В Гомеле вручили медаль за боевые заслуги ветерану боевых действий в Афганистане Николаю Войтенкову. Уроженец Жлобинского района свой интернациональный долг исполнял на авиабазе в Баграме. К медали он был приставлен в 1989 году, однако по ряду причин получить ее удалось только сейчас. На этой неделе прошли торжества, приуроченные к 20-летию Гомельской пограничной группы. Сегодня это подразделение, в состав которого входят пункты пропуска, заставы, ряд мобильных групп, надежно охраняет свой участок белорусско-украинской границы. Для наших корреспондентов этот юбилей стал поводом ближе познакомиться со службой людей в зеленых фуражках. На кителе ветерана пограничной службы Наума Каплана медали за отличие в охране государственной границы и за боевые заслуги. Общий стаж службы в подразделениях 32 года, а с так называемыми «северными надбавками» 41. Сегодня он старейший пограничник, проживающий в Гомельской области. Начинал еще в 1947-м в Хасанском пограничном отряде. Самым тяжелым днем было то, что количество личного состава было незначительное. Приходилось личному составу нести службу по 10-12 часов в сутки. Ну и отдых, собственно, сами понимаете, что такого не было комфортного. Передвижка приходила к нам один раз в квартал. Легкой службы пограничникам и сегодня никто не обещает. Однако за прошедшие годы многое изменилось. Начиная от бытовых условий. На пограничной заставе Глуботская кто-то отдыхает после ночного патрулирования, кто-то готовится заступить в наряд. Еще несколько человек занимаются на спортплощадке. Время теперь хоть и не такое суровое, как в довоенные годы, однако в хорошей физической форме нужно быть всегда. 8 часов пройти – это не просто надо пройти, это на себя определенный груст надо принести, вес, который составляет. При этом иногда приходится не просто идти, а даже бежать, преодолевая при этом различные препятствия. Там должна быть выносливость, и в конце каждого перехода ты не знаешь, что может быть в пределах. Может, даже схватка с нарушителями может произойти. Поэтому физическая нагрузка и физическая подготовка большую роль играет именно в подготовке воинов-пограничников. На торжественном собрании, посвященном 20-летию Гомельской пограничной группы, все военнослужащие исключительно в праздничной форме. Им действительно есть чем гордиться, и как признание их заслуг – награждение медалями и нагрудными знаками. За безупречную службу, за отличие – отличник органов пограничной службы. И еще один знак, зарегистрированный в Геральдическом совете и разработанный непосредственно юбилярами – Гомельская пограничная группа. Военная часть 12-42 продолжает выполнение своей главной задачи – обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь. Любой участок государственной границы для государства важен. Любой. Есть периоды, моменты, условия определенные, когда нам необходимо сосредотачивать усилия на конкретном участке – это да. Но важен любой участок государственной границы. Потому что органы пограничной службы отвечают за обеспечение пограничной безопасности государства. Жизнь на заставе очень уж разнообразной назвать нельзя. Но и скуча здесь тоже некогда. Учебные занятия проходят практически каждый день. Тематика их самая разная. За полтора года солдат должен овладеть основами следопытства, узнать об особенностях действия разведгрупп и пройти курс психологических занятий. Кроме того, в любой момент может прозвучать команда «В ружье». Учебная эта тревога или настоящая – пограничник не знает никогда. Застава в ружье! Отделение пограничного контроля «Гомель» в Гомельском аэропорту открыто еще в 1993 году. Пожалуй, это самое старое пограничное подразделение в регионе. Правда, тогда оно входило в состав столичной группы. В последние годы воздушные ворота для республики становятся все более значимыми. Если еще в прошлом году в аэропорту приземлилось около 900 воздушных судов из других стран, которые перевезли почти 18 тысяч пассажиров, то статистика – в 7 месяцев 2017-го – 530 самолетов и до 15 тысяч прилетевших в Беларусь или вылетевших из страны. В этом году взлетно-посадочная полоса «Гомельского аэропорта» получила категорию первого класса. А это значит, что теперь здесь будут принимать все типы воздушных судов, что предъявляет к пограничникам особое требование. Это наличие высшего образования в обязательном порядке и знание иностранных языков, потому что категория людей, которые здесь летают, очень расширенная и большое количество иностранцев. У отделения пограничного контроля «Тереховка» главная задача – проверка пассажирских и грузовых поездов, следующих в украинском направлении. Выявить поддельные паспорта – не просто обязанность, дело профессиональной чести. Тем более, что в распоряжении пограничников еще и современные технические средства. ФАРМ – портативное автоматизированное рабочее место позволяет не только идентифицировать документы, но и оперативно выявлять лиц, которым запрещен выезд из Беларуси или въезд в страну. Хотя в любом случае личный опыт ничем не заменить. Поведение выдает нарушителя, задаешь какие-то вопросы ему наводящие, путается человек. Где-то даешь ему где-то расписаться в чем-то, подпись не может вспомнить. Какие-то наводящие вопросы, ну это уже как бы внутренние, по внутренней вопросу службы, этого не могу уже рассказать полностью. Но в основном человек путается, нервничает, выдает себя. Древнебелорусское государство постоянно подвергалось набегам и вторжениям в приграничные районы. И уже тогда защита Родины считалась делом чести и особой доблести. Сегодня многое изменилось, однако, как и прежде, носить погоны и форму пограничника. Большая честь и ответственность. Появляются вновь вызовы, угрозы, меняются тактики действий нарушителей границы, лист, осуществляющих противоправодействительностью. И чтобы граница была надежной, необходимо постоянно менять свою тактику действий и адекватно отвечать на вызовы и угрозы. Поэтому граница всегда была и будет совершенствоваться. И это наши главные стимулы в работе – не стоять на месте, а делать все лучше, лучше и лучше. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Сегодня все внимание приковано к Полоцку. Там проходят мероприятия Дня белорусской письменности, посвященного 500-летию белорусского книгопечатания. Литературную столицу этого года посетила и делегация писателей Гумельщины. Эта поездка вошла в программу «Декады современной белорусской литературы», которая проходит сейчас в нашем регионе. В ее программе встречи поэтов и писателей Белоруссии, России и Украины, мастер-классы для молодых авторов от уже известных литераторов, а также конкурсы и фестивали. Одно из мероприятий – Международный форум молодых литераторов, на котором жюри оценила работы начинающих авторов и наградила сильнейших. Лучшие произведения были изданы отдельными книгами. Конечно, форум накерованный на то, чтобы найти, подтримать молодого литератора и показать ему дорогу литературу. Что значит показать дорогу? Выправить его помылки, подказать некий накерунок. Для этого есть наставники, которые утомликуют лауреаты Державной премии Белоруссии. Это профессионалы высшейшей пробы, которые у литературы уже не один десяток год. Мы гоноримся ими. И, конечно, им хотелось, чтобы их импед, относившись к творчеству, перенеселся и засправивался в душах наших молодых литераторов. Более сотни литераторов Белоруссии, России и Украины также стали участниками 12-го международного фестиваля праздника «Славянские дожинки-2017», цель которого – выявить молодые таланты и оказать им поддержку в издании книг. Также среди целей фестиваля – популяризация белорусской литературы и обмен опытом. Кроме того, участники декады стали гостями юбилейного вечера, посвященного 50-летию председателя Гомельского областного отделения Союза писателей Белоруссии Владимира Гавриловича. За 30 лет творческой деятельности он стал отличником просвещения Белоруссии, лауреатом республиканских и международных конкурсов, написал и издал 17 книг. А теперь расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. Искусство за закрытыми дверями. Новый творческий проект представил в Гомеле известный карикатурист Анатолий Щеголев. Талантливый реческий художник не только нашел необычную локацию для своей экспозиции, но и подготовил для гостей интересную презентацию ее открытия. Вместе с посетителями на поиски картин отправились и корреспонденты телерадиокомпании Гомель. Более подробно об этом расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. «Як ты пишешь литеры, так я узоры». Выставка с таким загадочным названием на этой неделе открылась в Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена. Здесь представлены уникальные предметы из фондов Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова. Основу экспозиции составляют рушники исключительно неглюбской традиции ткачества. Посетители могут их не только детально рассмотреть, но и узнать о сакральных символах, которые несут в себе эти домотканные раритеты. Неглюбская традиция сохранила более сотни древних узоров, некоторым из которых более четырех тысяч лет. Композиции орнамента отождествляют настоящий архаичный синтаксис. Кресты и ромбы, например, формы неба и земли, огня и воды, отца и матери. Их соединение символизировало брак, сев, любое хорошее начало, где зарождалось что-то новое и светлое. Знаменитые неглюбские рушники и сегодня создаются с учетом всех сакральных символов, как говорят по старым канонам. В Центральной городской библиотеке имени Герцена посетители могут больше узнать о них из специальных информационных источников, а в самих неповторимых узорах неглюбских рушников прочесть красоту и гармонию нашей родной природы и почувствовать талант и большой опыт белорусских мастериц. Также на выставке представлены фотографии и ритуальные предметы, связанные с такими обрядовыми праздниками, как коляды, глуканье весны и поховане стролы. А тем временем известный реческий карикатурист Анатолий Щеголев решил продемонстрировать искусство за закрытыми дверями в прямом смысле. Он организовал выставочное пространство в месте, которое, казалось бы, абсолютно непригодно для таких мероприятий, а именно в магазине дверей. Поначалу словно оказываешься в каком-то фантастическом портале, за дверями которого скрываются около 20 картин. Чтобы увидеть произведение, необходимо подобрать соответствующий ключ. По мере прохождения зрителя по залу открывается очередная дверь и для просмотра становится доступной новая картина. В экспозиции работы различной тематики. Последние, например, посвящены любителям мототехники. А в картинной галерее Гаврила Ващенко на этой неделе открылось сразу два значимых проекта. Один из них демонстрирует творчество минского художника Александра Демидова. В экспозиции представлено около 40 живописных работ, созданных за последние 15 лет. Выставка под названием «Ретроспектива» – это своеобразный взгляд в прошлое. Каждый человек был когда-то маленьким, и где-то в глубине души у каждого из нас живут волшебные детские сны. Художник отразил их с помощью краски и кисти. Они превратились в картины, которые приносят свет и радость уже во взрослую жизнь. Здесь же, в картинной галерее Гаврила Ващенко, состоялось открытие выставки творческих работ учащихся и преподавателей Гомельского государственного художественного колледжа. Здесь представлены уникальные произведения в разных техниках текстильного искусства – гобелены, батики, ткачества и многое другое. Это курсовые и дипломные работы учащихся и выпускников отделения по специальности декоративно-прикладное искусство. Оно было открыто 15 лет назад. За это время его учащиеся неоднократно становились призерами и дипломантами престижных областных и республиканских выставок и конкурсов. Практически все выпускники колледжа после окончания родной альмаматор продолжают свое обучение в высших учебных заведениях Беларуси, а также других стран. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина откроется выставка «Мудрость веков». На ней будет представлено около 40 статуэток сов хрустальных и не только из частной коллекции известного телеведущего знатока клуба «Что, где, когда» Леонида Климовича. Посетителей ждет интеллектуальная викторина с оригинальными призами. А тем временем картинная галерея имени Александра Исачева-Вречицы всех желающих приглашает на выставку Дмитрия Сказова за безопасность на земле, которая продлится до 8 сентября. Здесь можно увидеть фотографии, демонстрирующие как бережное, так и бездумное отношение человека к природе. И на этом у нас все. Следите за культурными событиями региона вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Обзор подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели». И напоследок аппетитный факт. В Гомеле представили бургер с белорусским колоритом из драников. Его имя – дранбургер. Новинка напоминает популярное блюдо фастфуда, правда, в белорусском бургере вместо хлебной основы – самые настоящие драники. Начинка из бекона, лука, сметаны и помидоров. Пока его подают только в одном ресторане. Однако ожидается, что дранбургер станет популярным кушанием на городских фестивалях и праздниках. В том числе и в день 875-летия Гомеля. Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова